здравствуйте коллеги с вами саков роман компания адмирал маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня мы обсудим ключевые события которые повлияли на рынок безусловно поговорим о росте цен на газ а также обсудим а bitcoin ну и в целом я посмотрим что происходит на текущий момент на рынке но прежде мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео вопросы как всегда оставляйте в комментариях собственно на этой неделе мы видели несколько знаковых событий которые влияли именно на разные активы но в первую очередь это bitcoin достиг отметки 50000 и более подробно мы это обсудили на подкасте два трейдера который выходит по вторникам ссылочка есть в описании но если сказать в двух словах то есть ряд компаний до банков которые заходят уже непосредственно в данную криптовалюту для того чтобы предлагать данный сервис для своих клиентов точно конечно же это тесла который заявил о том что планируют добавить расчеты в биткоинах именно на покупку своих автомобилей поэтому и он маза шел на полтора миллиарда в bitcoin также а mastercard об этом заявила и bank of new york ну вот более подробно данную ситуацию я рекомендую послушать как раз на подкасте а также что еще а происходит на рынке сейчас в сша аномальная холодная погода что собственно влияет на добычу как газа и нефти и это тоже подстегнула скажем так цены на газ потому что добывать его становится труднее да при морозе трубы замерзают ну и собственно запасы они снижаются есть производят меньше и даже на одном из хабов сша цены подскочили на 2 на 24 тысячи процентов то есть из 4 долларов до 999 конечно это не на всех до инструментах это именно один хаб на котором эта ситуация произошла но в целом также мы видим что по 48 штатах сша добыча она снижается из-за аномально холодной погоды и также цены на газ они из-за этого продолжают расти ну и конечно нефти тоже от этого перепадает потому что потребление будет возрастать а так как объемы были снижены добычи то собственно этого может не хватать и на может быть наступит дефицит но безусловно это влияет позитивно именно на рост самого актива а если мы посмотрим на а именно на сам газ то конечно мы не видим здесь вот натуральный газ здесь не видим и там каких-то локальных максимум пока мы еще не доросли до максимума которые были в октябре четырнадцатого года но тем не менее тренд в этом году сохраняется восходящий поэтому здесь а этот момент тоже для себя нужно учитывать конечно это такой аномальный всплеск который был только в одном месте но в целом многие инструменты также подрастают в районе семи-восьми процентов с которым увидели на эту неделю целом по рынкам также важно сказать то что долл обновил свой локальный локальный максимум вчера и сын пиа нас так тоже подрастали но закрыли уже сессию в такой смешанных смешанной зоне и а практически рельс сильных рывков вчера мы не увидели на нас так падал из-за apple до apple вчера меня снижался но и принципе по ряду компаний тоже мы видели коррекцию а что еще интересно подрастают американский трэжерис десятилетний трэжерис даже если до уровня 1 и 3 процента хотя еще недавно они были в районе пол процента 0 6 процента но тренд на рост как раз облигации здесь тоже сохраняется но тут тоже важно понимать то что доходное все равно по рисковым актив сейчас выше даже если брать дивидендную доходность поэтому пока банки не делают на этом сильный акцент поэтому пока фондовый рынок все еще остается привлекательным тем более если посмотреть на индекс викс да то есть индекс страха так называемый то сейчас он торгуется в районе 20 и это говорит тоже о ситуации риск он когда в акции могут начать дополнительно заходить и фонды и алгоритмы поэтому здесь пока этот момент тоже выглядит довольно таки позитивно да с этой точки зрения поэтому здесь пока ждем стимулов да собственно чтобы дальше продолжать расти но мы уже видим что сейчас рынки вновь начинают корректироваться американский доллар начинает вновь укрепляться и мы видим коррекцию по ключевым индексом теперь давайте перейдем уже непосредственно к инструментам и обсудим с текущих уровней до что сейчас происходит по евро евро я для себя предполагал ну точнее не исключал возможности еще одного волны нисходящего движения об этом я тоже говорю в наших видео поэтому но здесь я в сделку это не входил потому что я были другие инструменты которые были взяты именно контр трендово но тем не менее сейчас мы видим что уже движение нисходящее продолжается а евро снижается и соответственно текущий момент мы я для себя предполагаю на движение в область 1.1960 1.1950 и из этой области я для себя буду рассматривать как раз покупки с точки зрения часового таймфрейма здесь опять же сегодня мы уже смогли закрепиться ниже минимальные значения которые были сформированы вчера поэтому с точки зрения часового таймфрейма опять же мы здесь видим начало нисходящего движения да здесь был вчера перехай и сегодня уже движение нисходящего вновь продолжается поэтому здесь коррекция по евро уже более вероятно по британской валюте также мы видели локальный хай то есть мы видим что инструмент перекуплен ну по крайней мере это мы видели вчера поэтому вероятность коррекции тоже возрастает и с большей вероятностью сегодня мы сможем закрепиться ниже минимальные значения которые были сформированы вчера во вторник и это также даст начало еще одной коррекционной волны по данному инструменту а по паре американский доллар канадский доллар отбиваемся от области поддержки тоже явно я говорил что мы можем вновь прийти к этому целевому уровню здесь также правда пробовал как раз заходить на продажи и также пробовал открывать покупки но в целом вот этот уровень 1 2590 он как раз здесь выступает таким областью поддержки поэтому сейчас мы здесь видим что коррекция ну зачем восходящие движения с началось она может продлиться до отметки 1 28 82 с этих уровней можем развернуться дальше вниз вот там я буду искать уже непосредственно продажи покупки здесь пока не реализовались я пробовал заходить на прошлой неделе но здесь было обновление локальных минимумов и вот из-за этого движения у меня сработал стоп лосс потому что плоскость оставил за минимум 11 февраля и сейчас я нахожусь вне данного движения в целом сценарий реализуются но чуть помню после достижения отметки 1 26 а по паре американский доллар японская н вот здесь этот инструмент тоже для меня сейчас выглядит привлекательно с точки зрения поиска а как раз продаж даже на текущий момент с текущих уровней то есть мы сейчас пытаемся закрепиться выше области максимальные значения которые мы видели в ноябре и фактически сейчас она торгуется в области максимальные значения октября с текущих уровней вполне вероятно мы можем видеть как раз если уж не полноценное движение в область 102 то есть область минимальные значения которые в январе то по крайней мере коррекцию и мы видим что инструмент тоже находится в зоне меня перекупленности поэтому вполне вероятно что завтра здесь может сформироваться сделка. Если сегодня не будет какого-то рывка вверх, например, то вот этот инструмент я тоже для себя рассматриваю для входа на продажу уже полноценно. То есть вот здесь доллар и иена для меня сейчас кажется наиболее привлекательной именно для поиска сделок. Поэтому за ней продолжаю пристально следить. По австралийцу. Вернулись мы к локальным максимумам, обновили мы максимальное значение. Здесь я тоже для себя ожидал коррекцию, поэтому пробовал тоже небольшим объемом брать и в шорт данную позицию. Но она закрылась тоже по стоп-лоссу. Фактически часть прибыли, которую я заработал как раз на лонге недели ранее, она ушла как раз на покрытие убытков данной позиции. То есть здесь все остается в рамках риск-менеджмента. Поэтому здесь я для себя больше ожидаю продолжения данного нисходящего движения. Заходить в шорт сейчас я не буду. А вот если мы опустимся до 75-63 или даже чуть ниже, то оттуда я уже буду рассматривать непосредственно покупки. Сегодня мы тоже видим, что австралийцы торгуются ниже минимальной значения вторника, поэтому пока с точки зрения часового таймфрейма я для себя вижу как раз начало данного коррекционного движения. Но торговать в нем я не буду. Новозеландец. Здесь тоже идет без меня. В целом сценарий тоже реализуется. Но вот был вот этот выброс, который мы видели по всем инструментам. То есть опять же я для себя всегда придерживаюсь жесткого стоп-лосса. Для меня это важно. И в данном случае по Новозеландцу здесь это тоже было. Стоп-лосс сработал, но я его переносил уже чуть ближе к точке входа. Здесь буквально 0,2% был риск на эту позицию, так как заходил я контр-трендово, поэтому риск здесь брал меньше. Но и сценарий сейчас реализуется нисходящий. Нисходящее движение продолжается. Покупки здесь я для себя тоже буду рассматривать как ключевой сценарий из области 70-63. Собственно жду здесь завершения данной коррекции. Буду уже заходить непосредственно на покупку. Золото. Золото тоже выглядит довольно-таки интересно. Мы подошли к области поддержки на уровне 1780-1760, из которой я бы тоже покупки спекулятивно рассмотрел. Пока сильный уровень. Область минимальной значения ноября 2020 года. Собственно здесь пока золото и торгуется. Конечно здесь я для себя рассматриваю вход на продажу, но цена не дошла, думаю, в отложенного ордера. Поэтому данное движение идет без меня. Вот как раз покупки здесь я тоже планирую для себя рассмотреть. Но ждем остановки, пока золото продолжает падать. Уже несколько торговых сессий подряд. И пока этой остановки нет. Вот вопрос о том, где как раз золото остановится. Тогда я буду уже принимать решение по входу в данную позицию. А теперь к индексам. Индексы продолжают корректироваться. Мы не видели каких-то сильных движений, именно большой волатильности в феврале. Но только в начале да, DAX вырос примерно на 6%. То есть после того, той коррекции, которая была как раз в январе, сейчас торгуемся практически последние две недели в таком боковике. И с точки зрения часового таймфрейма по DAX, здесь мы видим, что началось коррекционно нисходящее движение с открытия как раз сегодняшнего дня. Оно сейчас и продолжается. Поэтому здесь я тоже жду для себя завершения данной коррекции. Опять же, если придем в область 13200, это область минимальной значения как раз конца января, начала февраля, то оттуда я для себя тоже покупки рассмотрю. Пока здесь контртрендово входить не буду. Ну и S&P 500. Да, вчера мы увидели перехай как раз в максимальной значении после праздников. Да, в понедельник был выходной в США. Но на концу торгового дня S&P 500 стал снижаться. И, собственно, сейчас эта динамика тоже прослеживается. С точки зрения часового таймфрейма, здесь я для себя рассматриваю уже начало нисходящего коррекционного движения. Ну и буду уловить как раз момент его завершения, для того, чтобы продолжать индекс S&P 500 покупать. Техническая коррекция здесь вполне уже вероятна. И мы можем скорректироваться на 3-5%. Это вполне вероятно. Нефть немного затормозилась в своем росте. Собственно, ну хотя бы сейчас уже мы обновили локальные максимумы. Но последний понедельник-вторник ставили в таком небольшом боковике 63-62 диапазон. Но сейчас уже обновили максимальное значение. Поэтому здесь тренд восходящий продолжается. Я для себя как целевые уровни жду именно отметку 68-70. Туда нефть может прийти. И возможно там я уже подумаю о том, чтобы продать акции нефтильной компании, которые есть у меня именно в инвестиционном портфеле. Потому что пока сделок именно с точки зрения трейдинга по нефти я не делаю. Больше делаю акцент на валюты и на индексы. Неделя интересная. Каждую неделю поступают какие-то интересные события. То GameStop, то Bitcoin, то газ. Поэтому всегда важно понимать, как эту ситуацию можно использовать. Потому что мы никогда не можем знать заранее, что на рынке произойдет. Поэтому правильный подход риск-менеджмента и разделение как раз рисков, он по крайней мере позволит в какой-то момент не потерять. Ну и планомерно наращивать также свою прибыль. Всем желаю хорошего торгового дня. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Вопросы оставляйте в комментариях. Ну а мы с вами увидимся в пятницу. И посмотрим, как заканчивается текущая торговая неделя. И что интересного на рынке произошло. Всем спасибо за внимание и до свидания.